Слушайте, что-то тут самолёты разлетались. Давайте собьём один. Для приличия. Так, а вот, кстати, ещё можно и второй сбить. Почему бы и нет. Так, здравствуйте, с вами дядя Гоша. Ну что, пришло время покататься на наших немецких танкушечках. Я тут вспомнил, что мне же безумно нравится этот танк. Вот этот вот. И его надо обязательно прокачать, открыть ему двигатель и открыть ему вот эти снаряды. И, фух, это будет просто огонь. Так что я, ну, понятное дело, что там на Т-34-ке там уже просто тащунгер-ногибунгер. Звичайший. Так что давайте будем прокачивать вот этого немецкого нашего приятеля. Вот эти его вот. Так, так, так. Всё, погнали. По-моему, это самый быстрый танк в игре сейчас. То есть он быстрее Т-44-ки даже. Ну, разумеется, ему надо двигатель ещё открыть. Потому что пока он... Ну, там и гусеницы и прочее. Но когда он прокачанный, ребят, этот парень развивает скорость до 67 км в час. Прикиньте, 67. Это ощутимо, на самом деле, очень даже. Ладно. Но, к сожалению, его снаряды, они вот так вот, пока они ещё не изучены, там самые лучшие, они совсем вяленькие, но всё равно вот на ближних дистанциях можно показывать некоторые чудеса с этим танком. Потому что он умеет и крутить, и вращаться очень быстро. Поэтому, в принципе, если выцеливать, то как следует. То можно хорошенько тут прикладываться. Ну что, мне сейчас, к сожалению, не особо рассчитывать на уничтожение вражеской техники особо не приходится. Ну, разве что какие-нибудь Т-60, там, или вот Т-28. Ну, скорее, он нас примет, чем мы его. Так, смотрите, кто-то нас уже объехал. Так, этого мы подожгли. Тут бы Теха пробралась к нам. Мне бы с ней вообще не хотелось бы тут связываться. Если чё. Она нас ваншотает просто. Ха, забавно. Батеха не смогла убить пердюлькина. Что за позорище. Есть контакт. Нет, отстань. Отстань. Жесть. Ха. Чуть не убил нас. Так, ну что ж. Карелик? Вроде бы. Да. Нам бы следующего уровня снаряда бы открыть. Они ещё будут не конечными, но вот тоже будет что-то. И, конечно, нам очень нужен двигатель. Чтобы реализовывать. Ну и вообще там, там все улучшения, они существенно дают прибавки к этому танку. Так что он, в принципе, он хорош. И так вот его несложно прокачивать за счёт того, что у него скорость хорошая. И мы всегда первыми оказываемся на точках, как правило. Здесь у нас достаточно мощный комп. Вот. Смотрите, снаряды очень быстро летят. Мэн решил вообще точку как бы не брать. А подумал, а зачем? Ну я не против чего. Подарил мне очки. Так, также не стоит забывать, что у нас пушка отлично опускается. Конечно, с врагом лучше сражаться на подходах. Как мы с вами понимаем. Так. Тут уже бомбардировщик. Бам. Бирдюркин. Ну, можно, в принципе, к нему туда ломануться. Не знаю, вообще, а у СССР поехал. Один. Так и отдаться может. Да ладно. Обалдеть, как я его не пробил. Так, ему. Ладно. Не хочу туда ехать. Сейчас там АУСССР скорее всего сольется. Есть. Контакт. Бам. Заряжающий. Так. Ладно, ман. У вас тут двоек, я посмотрю. Так. АУСССР. Ну, я думаю, я смогу его вынести. Бам. Отлично. На гусеницу мы его поставили. Да ладно. Ёшкин матрёшкин. Вот в этом проблема. Он нам вообще почти ничего не критует, но своими снарядами он хорошо пробивает, просто там без осколков. И получается, что он нам расстреливает танк, уничтожает весь экипаж. И видите, получилось так, что он у нас... Только двигатель, по-моему, слегка был повреждён, но весь экипаж он нам расстрелял своим пулемётом. Запердюлил, как говорится. Я не думаю, что они успеют взять точку. Если там он один, я вообще на него просто поеду. Потому что, чтобы он... Ну, чтобы он не успел захватывать. Ну да, УСЦ. Смотрите, он даже нас, по-моему, не палит. Гори ясно, чтобы не погасло. Надо его, конечно, добить, чтобы он нашего союзника не коцал. Так, ладно. Берём базу. Та-ра-та-та! Ну чё, открыли мы снаряды, по идее. Уже ещё не самые лучшие, но хорошие. Ну, что ж, прокачали мы наш танк. Ну, то есть как? Тут ещё, конечно, есть куда стремиться, но в целом уже всё для меня лично понятно. Ну, уже будет сейчас играть очень приятно на этом танк. Ну что ж, давайте посмотрим, ради чего я всё это делаю. 105. Они, по-моему, одинаковые. Да, только есть. Так, появляемся вот тут вот. Всё, погнали. Ну, в общем, смотрим. Едем, разумеется, мы в упор практически сражаться. Мы теперь можем пробивать тут разных противников, особенно если знаем их уязвимые места. Ну, давайте начнём с точки всё-таки. Наша основная фишка — это точки. Ну, видите, уже жёлтым горит. Да, то есть мы можем, например, поджечь его. Двигатель. Если он не уйдёт. Так. Отъезжаем. Отъезжаем, отъезжаем. Ему только нам в башню пробивать. А, всё. Нет. Он жив ещё. Так, ладно. Мы взяли три точки, и теперь нам можно смело вот с подобными хулиганами разбираться один на один. Главное... Не, мэн. Я прокачанный. Меня уже так просто не закротишь, не завертишь. Ворот-разворот. Так, ладно. Там ещё один должен быть, по идее. Если не два. Так. Бам. Ждём, пока он здесь появится. Его артиллерия выманет, по идее. Нет, смотрите, он просто будет там стоять. Ну, ладно. Давайте тогда ему, как бы, намёк сделаем. Всё, видите, он на нас разворачивается. Значит, он не собирается выезжать из-под арт-обстрела. И вполне вероятно, что его арта добьёт. Но... Он, видите, он не знает, что делать. Ему сейчас на два фронта сражаться вообще неприкольно. Так, а у меня тем временем уже сзади там поджимают. Так что придётся вниз съезжать. И выцеливать ему люк. Так, наводчик. Странно, здесь меня никто что-то не прикрывает. Ну, в смысле, его, точнее, никто не прикрывает. А он тем временем подставляет уязвимую точку. Ладно. БТ-7 нас может сейчас очень больно пробить. Так что... Но на расстояниях мы с ним можем хорошо сражаться. Давайте этим пользоваться. Так. Я знаю, что нам тут точку берут. Но удержаться невозможно. Давайте пока туда кинем артиллерийскую поддержку. Так, ладно. Против двух уже сражаться я не хочу. Но и развернуться к нему... У меня нет желания никакого. Как вы понимаете. Я слышу, бомбы летают. Так, давайте развернёмся, чтобы он нам не мог в радиатор попасть. Там вроде уничтожен, да? Ох, ёшкин-матрёшкин. Не вижу я его. Так, БТ-х сюда приехал. Серьёзно? Это весьма спорный. Так, вот и он. Ты ничего мне не говори. Ну, к сожалению, у меня гусеница повреждена. Так что я... Ничего я сейчас ему не смогу тут сделать. Но есть только артобстрел на себя. И как можно дольше сдерживать. Стоп. Так, отлично. Этот у нас загорелся. Давайте он того убьём. А, мы не можем. Ну, сами видите. Нас со всех сторон тут пытались принять. И мы довольно долго держали. Ну, просто потому что правильно подставляли края борта. Многих покоцали, многих убили. Так что там, конечно, очень... Причём им очень играть интересно. Приходится доворачивать весь корпус. Есть. Ха. Слепой, фактически. Уже чутьё развито, как говорится. Так, вот этот парень нас... Явно пытается принять. Воу-воу, нам хана. Ха. Но мы в него попали. Ладно. Парам-пам-пам. Бронебойный подкалиберный. Бронебойный подкалиберный. То есть, в этом смысле они одинаковые. Но всё упирается в вес. Вот этот снаряд, он быстрее летит, да? Но... И пробивает он мощнее за счёт этого. Но зато... То есть, как бы на дальних дистанциях он уже совсем себя не показывает. Ну, 30, да? То есть, идеально у него, конечно, 100 метров. Да, но зато пробивает он очень хорошо. Да, ставлю я его всё-таки. Так, ну что ж, продолжим. Укорили, отлично. Теперь у нас танк полностью практически... Ну, просто тормозная осталась, и всё. В остальном у нас танк полностью прокачан. И теперь играть за это чудо будет очень интересно. Обожаю этот танк. На самом деле, он очень интересный. Ну, я всё-таки считаю, что... Советский Т-34, он помощнее будет. Потому что, ну, он такой же быстрый, да? Но не очень... Башня быстрая. Что-то тут, я смотрю, замес во всё идёт. У него башня быстрая. В повороте. И он тоже быстрый и дичайше бронированный. Вот. Но, на самом деле, этот танк тоже может хорошо вытанковывать. Особенно, если противник не стреляет по уязвимым точкам. Поэтому... Не стоит тут за этот танк что-то его недооценивать. Особенно, когда он у вас полностью выкачан. Так. Окай. Ладно. Не удивитесь, если меня сейчас попытаются за двух сторон объехать. Но нам надо тут заехать. Стоп. Вот сюда. Мы его дичайше кританули, как вы видели. Вовремя я отвернул. Иначе бы отъехали просто. Так. У нас тем временем серьёзные повреждения. Всё, видите? А ведь это был, как вы понимаете, Т-34. А не Хухрышкин, Замухрышкин. То есть, ну да, он нам кританул, но мы всё-таки несколько ударов выдержали, согласитесь. Ну да, я там знал, как бы, куда он стреляет, и я доворачивал. Но в целом он нам в уязвимые места пробивал. Так что... Ну, ещё посмотрим. Ещё, думаю, будет у нас... Будет ещё не одна дуэль с таким же танком. По идее, их тут трое. Но нам надо с ними бороться. Бам. Так. И... Обалдеть. Тут ещё двое. И там ещё слева трое. Ещё самолёты летают. Задача не из простых, я вам скажу. Блин. Ещё артобстрел. Давай уж налево. Точку надо брать. Понял огонь. Так, ну что, продолжаем. Немцы... Давайте всё, кубанище нам осталось. До Кубы не покататься. Куда нас уже только не забрасывало. На нашем ПФГФЧФ. АУСФФ. На нашем АУСФЕ. Ну давай, Фэшка. Покажи, шо мне в этот ювгат. Ф3. Тащит, нагибает. Пам-прам-пам-па-рам. Тир-ли-ти. Тир-ли-ли. Пуки-пук. Ну что, Карелия. Играем на Ф3. Тащим, нагибаем. Гошан, не надо называть этот танк Ф3. Ты оскорбляешь мои... Не знаю. Фашистские чувства. Хе-хе. Ладно. Эм, так. Да. Что? Ну ладно, в принципе. Можно и здесь, но... Чё-то... А хотя, знаете, давайте попробуем. Давненько не играл в этой стратегии. Потому что для неё нужен очень быстрый танк. Да, правильно, мэн, давай. Блокируй меня. Если мы здесь проедем, мы получим преимущество на точке А. Неожиданное. Ещё можем тут пострелять с хода просто. Воу-воу-воу, что происходит? Ладно, я думаю, он уже уедет. Стараюсь тут не задерживаться. Что такое? Набираем скорость. Какого фиг он творит вообще? Просто. Выезжают, отдаются по одному. Не, я в принципе не против. Просто это странно немножко. Так, вот, это посерьёзнее уже. Ладно, едем, пока он там на горку не успел доехать. Он, конечно, может вернуться, чтобы вот из этого угла нас доставать. Ну, короче, тут стоять сейчас пока нет смысла. Я не понимаю, что ж такое-то. Как-то мы совсем вяленько едем. Так, тут в траве на земле довольно тяжело, когда они на скорости разворачиваться. Так, ладно. Давайте попробуем лак убить. Ой. Тебя. Всё. Доехал. Ёшкин матрёшкин. У нас есть 7, 6, 5, 4, 3, 2. Успели. Разворот-поворот. Так. И... Отвечаем ему взаимности. Ранен заряжающий. Повреждена боеукладка. Так, топливный бак, ходовая. Так, ну, давайте ему вот в это же место. Блин, если мы боеукладку добьём. Мы его крутуем, но совсем чуть-чуть. Ну вот, с этой позиции нам вообще шикарно стрелять в него. Так что, там где он встал, это уже давно не работает. Игроки уже давно спалили, что там можно сражаться на выгодных для себя условиях. Но он нам только по башне может пробивать. При том, что мы в любой момент можем отъехать. Командир ранен. Вот это уже не очень приятно. Ладно, отъедем. Всё. Он сам уничтожился. Так. Стоп. Бам! Попал. Непонятно, прооткуда. А вот ещё один, смотрите. А давайте, кстати, добьём вот этого. Так. Блин, два раза попал уже. Его сложно сбить. Как вы понимаете. Ладно. Три выстрела, а ему всё нипочём. Нормально? Вот в этого попадём. Так он сразу отъедет. А этому, по-моему, вообще безразлично. Любая пристрелка. Стоп. Тихо. Гоша, ну по-моему, пофиг, что его там сзади пытаются пробить. Это опять он же, кстати. Тот самый ман. Ладно. Сейчас нам будет не очень выгодно сражаться, но... Если мы тут встанем, то ему... Он будет вынужден вот туда поехать. Так. Давай, давай, башенка, поворачивайся. Так. Ну, давай. Шо мне вот ювгат? Так. Мы, конечно, на таких дистанциях не очень хорошо себя показываем. Но... Показываем же. Всё, он приехал там уже. Встал. У него, по-моему, мечта нас добить. Поворот-разворот. Так. Не, не, Гошан. Надо прикрыть уязвимые места. Вправо, понятно, как он будет стрелять. А мы будем ему вот сюда целиться. Вовремя он отъехал, надо сказать. Ёшкин-матрёшкин. Так, союзники, походу, там приехали. Ух, какое... Какое облако гигантское. Ладно. Рискнём. Развернёмся к нему задом. Просто поедем на точку. Потому что, честно говоря, он мне надоел там. С этой позиции выгоднее для себя. Так. Во-во-во-во. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Эх, ну да, у нас пушка так не поднимется. Я это знал, когда стрелял. Вот, вот знал, что с вами попаду. Так. Ну, чё у нас тут? Штук, не, не штук. Давай как-нибудь в другой раз. Там, там. Чё, всё, у нас никто не охраняет эту точку. Ну, аху надо удерживать. Любой цыдой. Надо удерживать аху. Ну, у нас артобстрел есть. Даже если мы их тут задержим. Я думаю, они вон там сейчас слева появятся. Хотя, каким образом они тут могут появиться. У них, видите, очень много самолётов. Очень много самолётов. Вот самолёт на самолёте. Так. А у нас тем временем ранен заряжающий. Нет, это всё очень далеко. Не попасть. С такого расстояния. А даже если попасть, то толком не пробьём его. Ладно. Давайте посмотрим, кто там у них пытается точку B отбить. А, вот этого мы можем убить. И этого мы можем убить. Трансмиссия механик. Ой, блин, нас там слева. Может очень сильно сейчас пробить. Давайте рискнём. Сюда подъедем. Бам. Давайте туда. Нужна поддержка артиллерии! Да, вот этот парень слева меня смущает. Хорошо, что он пока по нас не стреляет. По нас, да. По нас пока не стреляет. Давайте его подожжём. Чтобы было неполадно. Так, кстати, тут ещё один. Хулиганиссимус. Сейчас тут появится. Да, 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 да. Начнёт с ним бортоваться. Мы ему вот сюда отвесим как следует. Да, видите, ну... Казалось бы, да, 300 метров, но... Сложно тут пробить, на самом деле, на этом расстоянии. Но мы победили, короче. Ну что, последняя у нас остаётся партия. Если мы в упор сражаемся, то у нас снаряды шьют... Тут практически любой танк... Да не практически, а любой, и шьют. Бам! Всё, закрутили, завертели. О, чё-то я... Нам, конечно, надо убить того, кто на нас смотрит сначала. О, всё, видите, он сейчас в него упрётся. Своего же союзника. И отхватит. Вот здесь по жопе как следует. Всё, мы его подожгли. Не, не подожгли. Так. Так. Бам! Слушайте, как он долго поджигается-то. Ну, это штук. Что тут? Не прибавить, не убавить. Двигатель уже красный, ещё одно... Один выстрел сюда, и он... Умрёт. Это наш союзник пробил эти без повреждений. Всё. Нет, 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 ребят, не убивайте его! Потерпите! Эх. Думаю, нашим повреждения нанёс. Ну что ж, вот такие получились покатушки. Надеюсь, они вам понравились. Как оказывается, немецкая техника весьма интересна и специфична по сравнению с советской на этих боевых рейтингах. Но мне нравится, особенно вот этот вот красавец. Быстрый, шустрый, резвый. Да, медленно поворачивается башня, но довольно быстрая пушка у него. И при умелом использовании способен нагибать на средних-ближних дистанциях. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Будьте счастливы. Всё вам добро. До новых встреч!